Всем привет! В этом видео я покажу необычную идею создания топора искусства войны или аобе из игры Lineage 2. В создании топора поучаствовало так или иначе достаточно много людей и ушел добрый месяц, а может даже и больше, на его создание. Модель топора я воссоздал в программе Solidworks, пользуясь картинкой из интернета и видами топора из игры. С толщинами нужно было работать наугад, так как топор в игре плоский, кроме рукояти. Модель разбил на части и распечатал на 3D принтере из ABS Plus пластика. Стыки частей сделал по максимуму криволинейными, чтобы стыковочная плоскость была побольше и стыки тем самым были прочнее. Кроме того, топор получил блок электроники, состоящий из аккумулятора типа 18650, платы зарядки с защитой, платы повышения напряжения, в моем случае до 12 вольт, и светодиодную ленту на 12 вольт, цвет которой вы узнаете только в конце видео. Включаться сие чудо будет обычной кнопкой переключателем. Несмотря на простую схему электроники компонентов, я обратился к хорошим людям за советом. В момент испытания сборки светошоу у меня не было подходящих проводов, поэтому синие провода это минус, а зеленые это плюс. Первым делом соединяю половинки корпуса. Все стыки хорошо промазываю двухкомпонентным клеем. После сборки обоих половин корпуса перехожу к доработке поверхностей. При этом использую наждачную бумагу 60 и 240 фракций и напильник. И вот что получилось после шлифовки. Грунт решил не накладывать. Окрасить сразу по пластику. А теперь перехожу к покраске. Крашу краской перламутрового синего цвета. Но может я и ошибаюсь. Наносить краску буду и губкой на палочке, и кистью. Краску долго подбирал и думал, что это акриловая краска. Но уже и забыл на какой основе эта краска. Похоже на масло, но не масло. Краска имеет не токсичный, но специфический запах. И она не отмылась от губки и рук. Краску наношу в один слой, чтобы проявилась черная основа топора. Щели и впадины игнорирую от покраски. Чтобы в дальнейшем избежать использования патины. Краска, в отличие от акриловой краски, застывала очень долго. Оставил детали в покое на ночь. В следующей на очереди идет краска жемчужного цвета. Ее также наношу при помощи губки на палочке и кисти. Краской жемчужного цвета придаю эффект отблеска заточенного лезвия и отблеска выпирающих частей. Краску наношу в один очень тонкий слой, чтобы не перекрыть базовую краску. На краску наношу два тонких слоя матового акрилового лака с выдержкой между слоями в 5 минут. После застывания лакокрасочного покрытия на одну из половин топора со внутренней стороны прокладываю проводку питания светодиодной ленты. Рассеивателем света будет служить вырезанный по моему контуру на лазерной резке лист акрила толщиной 6 мм. Тут у меня уже появились правильные провода красного и черного цветов. Провода выпускаю в отсеке под укладку светодиодной ленты с запасом и фиксирую провода на резиновый клей. Акриловый лист приклеиваю к половинке с проводами дихворотановым клеем. При этом пользуюсь средствами защиты органов дыхания и рук. Клей достаточно токсичный и это нужно делать хорошо проветриваемом помещении. Клей наношу пипеткой. Клей наношу много. Плотно прижимаю все поверхности и пока клей не высохнет ставлю сборку под пресс из подручных средств. Укладываю и запаиваю все компоненты. Процесс пайки не стал показывать, чтоб не позориться. Но в итоге все получилось как нужно и все работает. В этот момент вызвались с добавками мои друзья и залили немного эпоксидной смолы. Так не сильно видно, но синие бассейны имеют блестящие вкрапления и отлично переливаются. Как говорят в автомобиле строения, настало время женитьбы, соединяя обе половины топора при помощи дихлоретана и резинового клея. Рукоять промазываю с обеих сторон резиновым клеем и по технологии, пока клей настаивается, есть время нанести дихлоретан на голову топора. Тут снова пользуюсь средствами защиты рук и органов дыхания и наношу клей пипеткой. Из-за отсутствия брызг клея при нанесении клея пипеткой защитой их вас я пренебрег, но все равно лучше защищаться по полной. После соединения половин снова ставлю сборку под пресс. Склеивание двух готовых половин привело к ожидаемому некрасивому стыку между ними, но я так и не придумал, как в моем случае ее можно было бы избежать. А красить сборку с акрилом и электроникой я точно не хотел, матовым лаком я все бы испортил, но я все же немного подправил стыки и они станут в конце видео немного лучше. На аккумуляторный отсек устанавливаю заглушку и фиксирую ее двумя черными саморезами. При необходимости аккумулятор можно удалить или заменить. На навершии рукояти есть гнездо зарядки аккумулятора. При моделировании я заложил два индикаторных отверстия зарядки аккумулятора. Они идут прямо к светодиодам на плате зарядки, но свет от этих светодиодов еле видно. У меня по случайному с течением обстоятельств появился пруток прозрачного пластика, в котором я сразу увидел световод. Но и при отсутствии такого прутка выкрутится достаточно легко, подойдет любой прозрачный или полупрозрачный материал. Наглядно видно, как свет проходит по прутку и эффект значительно сильнее. Отсекаю нужные по длине части прутка и подчищаю края, делая их ровными и матовыми. Матовый край задерживает поток света и концентрирует его на поверхности. Так поступаю с обеими световодами. Тут уже можно увидеть наглядную работу световодов. На этом работа со светом не закончилась. Подобным образом поступаю с главным источником света, вокруг лезвия топора. После лазерной резки кромка акрила осталась прозрачной, свет через нее проходил легко и освещался вокруг, кроме необходимого поля засветки. Матировать кромку буду дремелем с фрезой. Наждачной бумагой и напильником тоже можно, но это крайне не эффективно. И на этом я не остановился и решил на кромках снять фаску. Я тут не старался сделать ровную фаску, по всем граням. Мне показалось, чем она будет кривее, тем лучше. И тут я не остановился и продолжил свое шишавое дело. С одной стороны кривого листа начал царапать фрезой поверхность, имитируя некие руны или надписи, или еще что-то. Каждая из царапин также будет задерживать часть света и будет подсвечиваться. С другой стороны не стал повторять эти царапины, так как попасть в те же царапины нереально. Даже если попаду, под углом они не будут совпадать, да и много их будет слишком наляписто. Мое увлечение с доведением контра об отсветке вылилось в несколько часовую уборку рабочего места, я не заметил сколько было мусора и куда разлетелась стружка. Но зато я закончил этот этап и доволен результатом. В итоге получилось такое изделие. Результатом были довольны все участники работы. Многие, кто видел изделие до релиза, предложили продать его, но судьба его была предрешена еще до создания и топор ушел в качестве подарка. Но и осталось самое главное. Чтобы он засветился, его нужно заточить. Именно этим мы и займемся. А точить лучше в темноте. Мне повезло. И топор сразу залетел на 15. Некоторые контуры остались почти без засветки. Мой косяк. Нужно было завернуть ленту. Но это моя первая большая работа со светом и уже есть идеи для нового проекта в этом направлении. Если вам нравится подобное творчество, обязательно подписывайтесь на канал. Лайки и комментарии также не будут лишними. Обязательно предлагайте, что еще можно сделать. Но главное предлагайте интересные идеи. Рамок для реализации нет. Делитесь видео со своими друзьями и учитесь на чужих ошибках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok